всем привет с вами как всегда вульф и сегодня в великих альбомах диск монтэн голландской рок-группы golden earring выпущены 1973 году что ж когда-то еще в 1961 году в гааге нидерланды возникла группа golden earring позже убравшая с и переименованная просто golden earring которая вначале своего творческого пути радовала своих поклонников бит и ай-поп треками к 1970-му они уже превратились в полноценную рок-группу с прогрессивными и психоделическими элементами под влиянием таких английских коллективов как the who и the move 1972 golden earring заключили контракт с лейблом the who после чего 1973 выпустили альбом мунтэн который стал впоследствии вехой в их творчестве если же говорить сразу же о самом альбоме то монтэн представлял собой не просто сборник песен а истинное произведение искусства состоящее из шести великолепных композиций музыкальная структура альбома демонстрировала удивительное разнообразие эклетику группа легко перемещалась от энергичных рок-моментов таких как raider love к более сложным и прогрессивным аранжировкам таким как например той же vanilla queen конечно же raider love стал не только хитом но и символом группы с его характерным рифом гитары и заразительной энергии так что не мудрено что музыкальные влияния отражались в изысканных аранжировках где гармонично сочетались как hard rock так еще и прогрессив психоделия гитарное соло джорджа коммонса внесли в альбом элемент виртуозности а вокал барри хэя смешивал себе интонации микка джаггера и роджера долтри у каждой композиции прослеживалась тщательная проработка длинные инструментальные участки позволяли энергии раскрываться постепенно и конечно же диск поражал не только своей музыкальной гармонии и виртуозности исполнения но и также еще и выделялся использованием флейты флейта не просто добавляла инструментальное разнообразие но и создавала волшебную атмосферу подчеркивая психоделической прогрессивные элементы звучания альбома таким образом этот выдающийся инструмент в исполнении хэя становился своего рода художественным кисточным ходом окрашивающим музыкальное полотно мунтен в дополнительный слой гармонии и изысканности оставляя неизгладимый след восприятие этого музыкального шедевра немаловажным элементом альбома также еще являлась обложка представленная на виниловой версии с изображением обнаженной девушки несмотря же на возможные проблемы при выпуске в США она по-своему все-таки несла свой вклад в визуальную часть альбома дополняя его атмосферу в итоге эта пластинка это не просто хитрый дарлав но и цельное музыкальное произведение и каждая нота каждая гитарная соло каждый вокальный момент каждая трейльфлейты вкладывается в общую гармонию делая впоследствии этот альбом великим достижением golden earring в мире настоящей рок-музыки а на этом у меня пока все с вами был как всегда вульф и до новых великих альбомов всем пока а